Во дворе Балаковского музея история удивительно шумно и весело. На столах самовары, деревянная посуда с хохломской росписью, трапичные куклы и яркие цветы. А задорные народные песни так и заставляют пуститься в пляс. Творческая группа к народным истокам культуры, состоящая из учителей разных школ района, организовала для ребят и их родителей яркое мероприятие «Город мастеров». Там-то дети смогли узнать много нового о русских традициях. Вообще наша творческая группа очень часто сотрудничает с музеем истории города и проводит вот такие вот мероприятия для детей. Но сегодня в связи с ограничениями было небольшое количество детей. А вообще у нас всегда очень многочислено, всегда весело, музыка и, конечно, традиции. «Город мастеров» – это праздник весны, творчества и русской культуры. А придуман он неспроста. Все началось с конкурса проектов по технологии, участников которого и наградили на мероприятие. Конкурс проектов как раз в области технологии, где и в этом году у нас было 56 работ. Мы рассматривали 56 работ, но не все дети, к сожалению, смогли приехать сегодня. Только часть, которых мы сегодня немножко наградили. Целых пять танцев порадовали участников «Города мастеров». Это цветочная, расписная, музыкальная, чайная, кукольная. Девчонки и мальчишки успели попробовать свои силы везде. Каждого из них познакомились с чайными русскими традициями, рассказали о хохломской росписи, а также показали, как можно изготовить тряпичную куклу. Наша творческая группа уже существует в течение 15 лет. Мы с радостью организуем такие праздники, потому что это традиции русского народа. Мы должны все-таки передавать эти традиции из поколения в поколение. Мы, конечно, эти традиции сами узнаем через какие-то источники. Еще мы сотрудничаем с научным институтом в городе Чебоксары. Они нам какую-то информацию тоже передают. Нам это очень нравится, и мы хотели бы это продолжать тоже. И костюмы шьем себе, все как-то возобновляем постоянно. Вот эти новые свои знания и традиции тоже передаем вот этому новому поколению. Что-что, а мастерить ребятам понравилось. Никто не ушел без птицы счастья и ярких цветов, сделанных своими руками. Освоили дети русскую роспись. Уж с таким интересом они разглядывали необычные узоры, что и сами были не прочь порисовать. А какой же традиционный русский праздник из хоровода, так еще и с играми. Нас пригласили сюда, специально позвонили и сказали, приходите, будет очень интересное мероприятие. Тем более здесь так все всегда красиво. Нарядные костюмы. Детям раздолье. Они этого не видят никогда. Где они это еще увидят? Поэтому нам очень нравится сюда ходить. Чай по русским традициям и варенье. Такой вкусный сюрприз подготовили ребятам учителя. Все, как взрослые, так и дети, остались довольны мероприятием. Да и место у города мастеров оказалось символичным. Кто, как ни музей, с трепетом хранит русские традиции и передает их каждому из нас. Продолжение следует...